ВЕА ГЛОРИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт! Мене звати Коля, і я БААААССС. Для цього мені потрібно їсти кілограми мороженого і спати на льду. Мене звати Саша, я за життя зламав трирозонос. Ще живий, здоровий. Зі мною нормально. Співаю, граю. А вообще-то я мечтал спевать в опере «Сопрана», там «Царится на ночь». Привет, меня зовут Сережа, я не люблю давать интервью. Привет, меня зовут Богдан. В музической группе я отвечаю за то, чтобы раскладывать аппаратуру и раскладывать ее обратно. В свободное время я люблю ходить в походы и ездить в велопоездки. Спасибо. Привет! Меня зовут Яна, я люблю играть в футбол и на скрипке. Я Ира, за одну песню иногда пою сопрано, альт-тенор. Я Таня, я не люблю футбол. Я люблю отдыхать дома и ходить на работу. Субтитры сделал DimaTorzok Сколько в этом мире скорби и суеты, Сколько в нем страданий, как же дальше жить? Для чего оставил на земле ты жить, Чтобы здесь страдания мог я ощутить? Субтитры сделал DimaTorzok 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 И со мной сегодня в гостях группа ViaGloria Привет, ребята! Привет! Почему так называется ваша группа? Расскажите, пожалуйста Сколько вам лет? Когда вы создались? Мы уже существуем, ну, приблизно 4 года Щодо назв, очень долго думали Было очень много вариантов Но там шляхом голосования решили назвать ViaGloria И что это означает? Это означает шлях прославления Тобто, где мы не спеваем, где мы не выступаем Это все только для того, чтобы прославлялся Господь Тобто, те таланты, которые нам Он даровал Чтобы прославить Его имя А я еще знаю, что ViaGloria переводится как украшение с латинского А что украшением вашей группы является? Какая-то изюминка такая Наши сестры Отлично! А вот еще можно сказать, что группа музыкальная сравнивается с часовым механизмом Потому что каждый занимает свое место И каждый винтик должен хорошо работать, чтобы получилось красиво и слаженно А кто у вас чем занимается в группе? Каждый про себя, расскажите, пожалуйста По жизни чем вы занимаетесь и в группе конкретно? Ну, Коля, начинай Мене звати Коля Я спеваю, играю Я являюсь керевником группы Закинчив университет буквально тиждень назад Я играю на клавишах и иногда пою Я только пою в группе и работаю Ритм соло-гитара Интересный момент, что закинчив школу музыкальную по классу баяна Да? Да Положил на шкаф Вот он до сих пор там лежит Баян положил? Баян, да И сейчас на гитаре А баян больше не будешь доставать? Надеюсь, что он не пройдет Понятно Могу тоже сказать Я закончила по классу домры, музыкальное училище Но в данный момент я мусоработник в садике Поэтому пришлось освоить фортепиано А в группе я пою сопрано А почему ты выбрала такой инструмент интересный? Домру? Ну так как-то сложилось вот так Ну родители просто Да, родители и в принципе мне нравилось Была маленькая И все, потом любовь прошла Нет, ну в принципе сохранилась Но ты тоже на шкаф положили? В служении я принимаю участие тоже на домре Но не так усиленно Не забуду Здорово Я играю в группе на гитаре и учусь На гитаре какое? Соло? Акустика? Электро? Электроакустика тоже Спасибо Я спеваю тенером и играю на фортепиано Спасибо А скажите, а вы песни пишете сами или перепеваете чьи-то известные какие-то? Ну, мы в основном переспеваемо Али деколька есть и своих песеней Ну, бывало таке, что принесли песню на группу, али не сподобалось Ну давай сделаем это под себя В принципе автор был не против и так уже сколько двече То есть, ты свои собственные переделал? Да Ну, что подобается группа Можно комментировать? Да Мы просто не знали Он просто так всегда делает Вот брат мне передал одну песню Так все загадочно Давайте послушаем И мы, да, послушали Мелодия Как-то не очень Аккорды тоже себе как-то так Ну и слова мы тоже переделываем То есть, в итоге получается совместная творчество Общая песня, да? Получается А ты почему не признаешься? Скромничаешь? Или не уверен еще в своих силах? Не знаю Скромный Ну, а что больше нравится? Вот делать аранжировки на известные песни или все-таки писать свои? Что интереснее? Ну, я думаю, писать свои Ну, аранжировки тоже делать сложно Ведь уже многие знают песню, например И нужно ее как-то красиво преподнести Как вы с этим справляетесь? Ну, это сложнее получается Потому что песня известная И надо так ее сделать, чтобы она была еще интереснее А свои делать, в принципе, ну тоже, в принципе, сложно Но все равно это свое, это родное Тогда давайте сейчас послушаем вашу родную песню Жизнь пройдет, жизнь пройдет, не заметишь как Подойдет, подойдет, как коварный брак страх Что будет потом? Или тьма, или свет, или пустота Как же можно узнать, не узнав борца Как можно узнать? На извечный вопрос дан один ответ Третьего не дано или да, или нет Ответ один Если хочешь быть с Богом, ты будешь с Ним Подойди И он простит Он поймет и сцелит Прекрасней, нету любви Ты это сердцем пойми Ты Бога в жизнь пригласи Тебя он хочет понять Тебя он может простить И жизнь любви подарить Не надо говорить, что Бога нет Не надо искать в себе ответ И надеясь на себя Ты никогда не поймешь Ты не поймешь Что есть Иисус, который страдал Что жизнь свою за нас Он отдал Чтобы ты никогда не страдал Не давай, не давай в жизнь прийти беде Уповай, уповай на Него везде Ночью и днем Он с тобой, он с тобой хочет рядом быть Он тебе, он тебе хочет дверь открыть В жизнь, в вечную жизнь Но проходят года, оставляя след И бывают те дни, когда рядом нет Наших друзей Но пойми, но пойми, что нельзя уйти Услыхав, услыхав о Его любви Давай, Бога прими Прекрасней нету любви Ты это сердцем пойми Ты Бога в жизнь пригласи Тебя Он хочет понять Тебя Он может простить И жизнь любви подарить Не надо говорить, что Бога нет Не надо искать в себе ответ И надеясь на себя Ты никогда не поймешь Ты не поймешь Что есть Иисус, который страдал Что жизнь свою за нас Он отдал Чтобы ты никогда не страдал Не надо говорить, что Бога нет Не надо искать в себе ответ И надеясь на себя Ты никогда не поймешь Ты не поймешь Что есть Иисус, который страдал Что жизнь свою за нас Он отдал Чтобы ты никогда не страдал Это Коля, вопрос тебе Ты руководитель группы, скажи, пожалуйста, вот Когда к тебе пришла такая мысль, что нужно создать коллектив? Ты в детстве задумывался или нет? Ты чувствовал силы в себе? Ты как-то приглашал крючки какие-то? Был Максим, мы приблизительно там спевали, но там была большая текучка, было такое, что на служении по 15 человек в нас выходило, но как-то так Саша потом мой потянулся, Яна Станю и Лорко, и они там были, но были, то не были, но приходили раз через раз. Ну, с какого момента вы поняли, что это вы группа? Все, поем как группа. Приблизительно 4 года назад. Это был какой-то концерт? Это было веселье. Мы поехали в Аратов и первый раз, первый веселье совместно. Тоди с инструментами был акустический бас-гитара, ну я играл на акустический бас-гитаре, аккордеон и гитара, тоже акустический. И фортепиано там раз через раз. Ось, ну это было первое наше совместное служение. Вам понравилось? Вы решили так? Решили уже так, более конкретнее. Ну а первый концерт какой-то запомнился вам? Где это было? Как это проходило? На кофе-хаусе, да. Расскажите, Саша, расскажи. По Віннице раздают объявления, что проходит кофе-хаус, запрошиваются все желающие, молодь и старшие люди. Есть ведущие, которые рассказывают про это все. Какая-то интересная программа, да? Да, каждый раз это новая тема, запрошивается новая музыка группа. И мы играли с музыкальными инструментами, но хотели попробовать что-то новое и только выступить аккапельно. Это никто так не делал тогда, и мы думали, может, это сподобается. И это тогда мы первый раз так попробовали. То есть в родном городе первый раз был, да? Да, да, да. Но вы считаете, это удачный был первый раз? Или можно было бы получше улучшить, совершенствоваться? Совершенствования нет предела. На тот момент мы думаем, что мы успевали самое лучшее за все разы, что мы существовали. То это было очень... А готовились мы очень долго, очень много нервов было, переживаний, поэтому... А какие-то интересные случаи из концертов помните? Может быть, веселые? Может быть, не очень? У нас их очень много, и, в принципе, вспомнить так вот, выделить конкретно какой-то случай, но этого программы не хватит. Да, вечно какие-то... Ну, вот обычно, чаще всего, почему-то они со мной случаются, эти случаи. Ну, например, глава «Служение», ну, я как бы забегая вперед или назад, я же не знаю, могу сказать, что я пишу стихи. Вот, и, в принципе, то есть, если я забываю текст, у меня начинают... Рождаются новые стихи. Да, думаю, так, я забыла текст, идет проигрыш. Вот, ну, был такой случай. Мы поем песню, это, кстати, наша песня. Вот, я пою-пою, поем, вернее, все, потом идет проигрыш. Я понимаю, что у меня сейчас сольная, ну, фраза, и я должна ее спеть, и я не помню текста, вообще ни слова. Я просто придумала по ходу, но момент такой, вот, Саша и Лариса еще там с нами пела, они должны вступить, там, одно слово вспеть, ну, как бы, вот, в три голоса. И, получается, они не знают, что петь, какое слово я дальше придумаю. Ну, в принципе, они сделали... А, то есть, они тоже забыли слова, да, получается? Спела на звуки «у», а Лариса на «а». Вот, если я пою фразу полностью, они добавляют чуть-чуть там. И ты спела другую фразу? Ну, я спела другие слова, совершенно другие, они спели просто «уууу». Ну, это было, в принципе, что вспомнить. Ну, смеялись, а півслужение, тогда не могли дальше нормально спевать. Да, служение еще не закончилось, но так было просто. Еще кто-то что-то вспомнит. Ну, я думаю, что у группы всегда много разных историй, есть что рассказать. Добре. Мы ездили мужским составом у нас в Чернівце. Здесь было восемь братов, да, вроде, Саша? Восемь, вроде восемь братов, я уже точно не помню. Ось, и мы спеваем пісню, она такая, ну, серьезная, там, ось. И тут, ну, как всегда, мое что-то, какие-то, трапитись казус. Керевник грает на гитаре, мы все спеваем, и начинает, ну, на летать муха. Ну, что там, ну, муха, ну, если летает, то летает. Ну, никому не мешает. Ну, никому не мешает, да. И вона так и не мешала, пока не села на слова. Ну, известно, мы почали трошки краснити, трошки посмехатися больше. Ось, полетела, ну, нормально, добре, все. Всі заспокоились, всем стало легче. О, спеваем дальше. На другому куплеті сідає муха на следующий куплет. То есть была такая муха, что она заняла весь куплет. Да, да. И брат робе, ну, брат тримає слова и робе такий жест. Отойди, пожалуйста. При том, что песня скорбная мати. То есть образ соответствующий. О, брат развертається, ну, песня йде, все, развертається и начинає смеятися. Майже, ну, уже майже зупинилися. Потім, ну, звісно, ми розповіли, що, ну, вибачте, що там муха. Але такий момент, що просто, ну, ми чуть не плакали. А керівник стоїть, дивиться на нас, ну, що трапилось, що це вони, ну, що це їм случилось. Ну, я знаю, що вот в выступлении концерта, особенно подготовка, это очень тяжелый труд, когда перед концертом сутками можно сидеть и репетировать. Как у вас находится время, желание на это все, не опускаются руки? Как вы вдохновляетесь? Чем? У нас, ну, я скажу, у нас три раза в тиждень репетиції. Тобто це, ну, тоже трохи тяжко буває відірватися по, ну, в двох-трех коллективах буває, співаємо. От ще є в хорі співаю, теж, ну, і раз друге, і церкви. Ось, але, ну, шляхом того, от поездок, да, от як приїхали до вас сьогодні, були поездки, ну, і в Запоріжжя, в Київ, ну, в Ірпінь, тобто, от, в принципі, ось цим ми і, ну, вдохновляємся. Була, ми також, ну, співпрацюємо з Акапельною групою Гліна, взяли їх декілька пісень, ну, тяжких. Свої аранжировки, да? Їхні, да, вони зробили свої аранжировки, ми, ну, там, домовилися з ними, вони нам дали їх. Тобто, теж було таке, що ми майже два місяці вчили, ну, одну пісню Акапельну. Але, ну, слава Богу, вивчили, можем зараз співати. Виступления, они являются вдохновением для нас? Так, точно. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласні. І наші телезрители теж з цим, думаю, згласяться. Тому Божьим даром потрібно наслаждаться, і я предлагаю вам насладитися ще одній пісні. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар, я, наверное, думаю, що ви согласна. Музыка і пісня – це Божий дар. 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 Музыка і пісня. В мікрофон. Хеві метал і рэпа точно не буде. То есть песня молодежная, молодежь слухала на кофе-хаусе, всем сподобалось, подходили. А есть какая-то группа, на которую вы ориентируетесь, равняетесь? Может быть, любимая группа какая-то, что вы слушаете? В плане акапеллы Глина. Глина, да? Глина, да. А если не акапеллы? Абат. Отличная группа. А скажите, а какой по-вашему вообще должна быть современная христианская музыка? Вот именно христианская. Чтобы, например, вся молодежь могла сказать, да, я буду слушать христианские песни, они мне нравятся больше, чем другие. Ну, мы поддерживаемся такого плана. У нас на первом месте слова, тобто, это картина, можно сказать, да? А музыка, она есть рамкой, тобто, музыка должна подчеркнуть слова. Что-то задумать людину, ну, чтобы она начала думать какие-то, чтобы торкнулася до сердца, например, там, побажание маме, ну, то, чтобы людина... То есть вы выбираете песню именно по содержанию, да? Да, да. Только содержание. А тогда уже дальше музыка. А как вы хотите дальше развиваться? Есть какая-то цель у вас? Многие группы хотят, там, альбом записать, клип снять. Вы что хотите? Альбом на 40% готовый. Да, надо. Да, уже два года на 40%. Зараз у нас цель, вот, цей рік до конца цього, ну, початок зимы, десь приблизительно до березня, хотели подписать уже диск. А еще какие-то планы есть, кроме диска? Дальше потом еще раз запросто идти и тоди поделимся. Хорошо, с намеком. А я вот слышала такое, что вы делали свою студию. Правда это? Расскажите об этом. Правда. Как, вы сами делали? Просто вот собрались и решили сделать? Ну, робили сами. Кто хочет рассказать? Вот это тишина. Тот, кто делал. А ну, как, кто делал, сейчас проверит. Ну, в основном, робив я, Саша и там у нас перед бодией был Валик-гитарист. То, ну, то мы робили у нас в церкви студию. Зараз, ну, пишем. Вы нашли спонсора, да, который вам помогал? Или сами пишем? Да, мы сами. Тоже сами? Энтузиасты. А девочки тоже помогали? Ну, да. У нас была комната, там стенка, перегородка. Чтобы ей продлить больше, зробили, это сбивали стенку, это все. Потом убивали мінвату. Девчата там тоже помогали все время. Самое главное, это мы... Саморезы крутили. То есть для того, чтобы осуществить свое желание записать диск, надо было еще потрудиться, да, сначала? Немало. А что вы можете пожелать своим коллегам, например, другим музыкальным христианским группам? Может быть, не христианским, может быть, молодежным, которые только начинают развиваться. На своем опыте уже какие-то. Есть выводы? Главное не опускать руки. И не рвать. Не унивать. Не унивать, да. Да. Не опускать руки. Так много у нас было таких моментов, что можно было сказать, все, до свидания, можно расходитесь, продавать аппаратуру и все. Но Господь даёт такое желание работать, желание спевать, что, слава Богу, спеваем уже 4 года. Но вы вообще открытый коллектив? Вы ждете еще кого-то к себе в группу? Или вы уже сформировались? Да, хотелось, в принципе, ударника, чтобы, потому что у нас сейчас нет ударника. Ударники из Винницы, отзовитесь, пожалуйста. Вас ждет группа «Виаглория». Это только Коля, там на драм-машине. То есть вы дружелюбный, открытый для всех, да? Да, мы вот сейчас начали такую, ну, працю. У нас в Виннице біля 14 музыкальных групп. Ого. Тобто, чтобы… Музикальный город, да? Музикальный город. Ось після поездки хочемо піти на одну группу, поспілкуватися, тортик, ну, може, якийсь спільний концерт зробити. Спасибо, ребята, что вы сегодня были с нами. Я желаю, чтобы ваши планы все осуществились, и, конечно, чтобы вы нашли новых людей, которые будут помогать вашим музыкальным служением. Это была передача «Играни музыки». Впереди нас с вами ждет еще очень много интересных музыкальных знакомств и хороших песен. Но на сегодня все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok